Говорит Черкесск В студии с вестями Республики Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. Вопросы обеспечения бесперебойного надежного газоснабжения потребителей Республики – приоритетная задача оригинальных властей. Ряд крупных предприятий Карачао-Чикесии планируют нарастить объемы производства и создать новые рабочие места. Финалистка лидеров России из Карачао-Чикесии Амина Салпагарова снова едет добровольцам на Донбасс помогать врачам. И в Карачао-Чикесском государственном университете имени Умара Алиева заработала студенческая студия радио и подкастов. Далее подробности. Минобороны России разъяснила порядок выплат денежного довольствия мобилизованным. Размер выплат будет зависеть от звания. Минимальная сумма, согласно указу главы государства, составит 195 тысяч рублей. Ее может получить рядовой на должности мотострелка. Офицерам заплатят больше. Например, командир взвода получит около 225 тысяч рублей, а командир батальона около 243 тысяч рублей. Из этих сумм не будет облагаться подоходным налогом социальная выплата в размере 158 тысяч. Размер суммы, с которой будет выплачиваться налог, также зависит от звания. У мобилизованного рядового в должности мотострелка это 37 тысяч рублей. У командира взвода в звании лейтенанта около 68 тысяч. Кроме того, денежное довольствие российского военнослужащего может быть перечислено его родственникам при условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты. Информацию комментирует представитель финансового блока Министерства обороны Сергей Микищенко. Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября, будет начислено денежное удовольствие с 10 по 20 ноября. И минимальная сумма денежного удовольствия, которую я вам озвучил ранее, будет составлять 195 тысяч рублей. Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат тем, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного удовольствия будет меньше. То есть пропорционально будет рассчитано прослуженному сроку за октябрь. Хочу обратить ваше внимание, что к настоящему времени все документы для начисления денежного удовольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы. В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно. В соответствии с указом главы Карачаича Кеси Рашида Тимрезова, дополнительные социальные гарантии для участников специальной военной операции распространяются как на мобилизованных из республики, так и на военнослужащих Вооруженных сил России, а также военнослужащих, сотрудников Федеральной службы войск Национальной гвардии страны, выполняющих задачи с начала спецоперации. Так, для всех участников СВО, постоянно проживающих на территории Карачаича Кеси, установлены следующие соцгарантии. Единовременная оригинальная выплата в случае тяжелого ранения – 300 тысяч рублей. Единовременная оригинальная выплата в случае легкого ранения – 100 тысяч. При этом на данные выплаты могут претендовать участники специальной военной операции, которые получили ранения в ходе исполнения задач, начиная с 24 февраля этого года. Кроме того, на уровне региона установлены выплаты семьям погибших участников СВО в размере 1 миллиона рублей. Для получения выплат необходимо предоставить пакет документов из военного госпиталя и обратиться в Министерство труда и социальной защиты населения по номеру телефона 8 878 2 26 62 81. Финалистка лидера в России из Карачаича Кеси Амина Салпагара в основу едет добровольцам на Донбасс помогать врачам. Амина – хирург, ведущий специалист НИИ Минздрава России и участница флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Уже работала на Донбассе врачом-добровольцем. Теперь она собирается побывать в ЛНР в качестве врача-организатора. Девушка говорит, что на все эти решения сильно повлияли корни и родители. Амина родилась в Карачаича Кеси в патриотичной семье. Ее отец несколько раз съездил на Донбасс военным добровольцем, а некоторые другие родственники отправились в зону проведения специальной военной операции как мобилизованные. Профессиональный опыт, полученный на Донбассе, она считает бесценным и рекомендует такие командировки всем коллегам. Под председательством премьер-министра республики Мурата Аргунова прошло совещание в формате видеоконференц-связи с руководством ПАО «Газпром». Вопросы обеспечения бесперебойного надежного газоснабжения потребителей республики и увеличения объемов поставок газа на курорты Карачаича Кеси стали ключевой темой совещания. О необходимости запуска дополнительных объектов газоснабжения в республике шла речь и в ходе недавней встречи руководителя региона Рашида Тимрезова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В рамках реализации их договоренностей на состоявшемся в Доме правительства республики совещании был поднят вопрос эксплуатации газопровода высокого давления «Зеленчук-Архиздука» протяженностью 62 км, а ГРС «Зеленчукская-2» и газопровода «ТРЗ-Красный-Восток» протяженностью 58 км. По итогам обсуждения стороны разработали комплекс совместных мероприятий по вводу в промышленную эксплуатацию АГРС «Зеленчукская-2», подключение к газоснабжению которого планируется в следующем году. В правительстве республики обсудили и разработку мастера плана развития туризма. Вопрос рассмотрели на совещании в формате видеоконференц-связи с Минэкономразвития России. Туризм в регионе является одним из ключевых направлений социально-экономического развития региона. За последние годы наблюдается устойчивый рост туристического потока в среднем на 15%, что по итогам прошлого года составило 1 млн 749 тысяч человек, отметил премьер-министр Корчачий Кеси Мурат Аргунов. В рамках плана будет проводиться дальнейшая работа по созданию туристской инфраструктуры с учетом определения функционального зонирования территорий и единого подхода к архитектурным решениям. По итогам совещания принято решение включить в план благоустройства территории Софийской поляны. В Малом зале Дома правительства прошла встреча с стипендиатами правительства страны под председательством министра образования и науки республики Инны Кравченко. Она поприветствовала всех стипендиатов, пожелала им успехов, творческих достижений, побед в олимпиадах и конкурсах, плодотворной работы, конструктивного обмена опытом и мнениями, новых совершений и достижений. Также вручила им благодарственные письма Министерства образования и науки республики. В первую очередь каждого из вас я хочу поблагодарить за высокие достижения в учебной деятельности, за то, что каждый из вас является победителем, призером республиканских, региональных, национальных, всероссийских олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, за то, что вы не останавливаетесь на достигнутых успехах и достижениях. И, конечно, у каждого из вас, мы все прекрасно понимаем, сложится по-своему своя профессиональная деятельность. Ряд крупных предприятий Карачао-Чекеси планирует нарастить объемы производства и создать новые рабочие места. В их числе компания Бумфа Групп, которая в нынешних социально-экономических условиях не просто сохраняет свои позиции, но и увеличивает объемы производства и продаж, создавая при этом новые рабочие места. Генеральный директор фирмы Аслан Шибзухов считает, что в нынешних условиях экономического кризиса вести деятельность непросто, и, тем не менее, они адаптировали к новым условиям. Что касается рабочих мест, то они сохранены в полном объеме. Специалисты филиала Россети Северный Кавказ, Карачаево-Черкеск Энерго завершили ремонт оборудования на шести подстанциях. От стабильного функционирования энергообъектов зависит надежность электроснабжения около 30 тысяч жителей и почти 40 социально значимых объектов республики. В частности, ремонт оборудования проведен на подстанции 110-106 кВ, которая обеспечивает электроэнергией два населенных пункта региона и служит основными источниками электроснабжения для крупного социально значимого объекта Кавказских минеральных вод. Жители столицы Карачаево-Черкесии могут привиться от COVID-19 назальной вакциной в прививочных пунктах Черкеска. Как и предыдущие версии вакцины, спутник ВИ состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в три недели. Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции можно в Черкесской городской поликлинике и лечебно-реабилитационном центре. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева начала работу студенческая студия радио и подкастов, являющаяся проектом-победителем грантового конкурса «Росмолодежи». В рамках проекта на базе ВУЗа создана радиостудия, которая параллельно работает и как студия для подкастов. В формате радиоведущие освещают работу университета и участвуют в информационном сопровождении всех мероприятий. Ведущие приглашают гостей, которые делятся опытом, либо обсуждают актуальные темы и проблемы. Корпуса университета оснащены звуковым оборудованием для вещания, рассказал руководитель проекта Аслан Гирюгов. Студия будет проводить подкасты на самые разные темы. Участниками станут известные гости и преподаватели, которые представляют различные факультеты и рассказывают о темах, которые не затрагиваются на занятиях. Формат выступления отличается от привычных лекций, что привлекает большое количество слушателей. Студенты же пробуют себя в роли радиоведущих. Сейчас в рамках проекта проходит работа пятидневной школы по основам радиовещания, по итогам которой лучшие участники получат возможность стать командой. В корзина галереи Черекеска впервые проходит тактильная музейная выставка по темным переулкам истории. Проект «Победитель» грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. На ней будут представлены 30 объемных тактильных экспонатов. Для каждого из них подготовлены таблички шрифтом Брайля. Стол для экспонатов оборудован перилами. Зал оснащен напольной разметкой для слабовидящих. Информацию комментирует председатель Карача-Чекесского отделения Всероссийского общества слепых Сергей Дубовик. Центральные технологии сейчас настолько позволяют даже незрячим людям представлять окружающий мир. И вот 3D-принтеры, 3D-технологии, конечно, позволяют не только то, что описание – это одно, как говорят, технокомментирование, но когда человек своими пальцами ощущает объект, ну, даже любой, это очень здорово. Ну и последняя информация. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» прошло спортивно-досуговое мероприятие «Остров-сокровище» для детей мобилизованных граждан. Участники квеста, учащиеся школы номер 11 по старинной карте, преодолев болото, овраги, стремительные ручьи и другие трудности, добрались до клада с сюрпризом. Наградой за все испытания для ребят стала большая аппетитная пицца в уютной теплой пиццерии. Кроме того, ребята, успешно прошедшие туристские испытания, были награждены значками «Юный турист третьей степени». Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность. Утром в горах небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Днем преимущественно без осадков и туман. Ветер юго-восточный 4,9 м в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В горах местами плюс 3,8, и утром в горах местами на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4,9 м в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 12. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова